Общий вид издания 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 я в общем-то потом ушел в вольные художники, потому что нет заказов, нет, видимо, потребности, не побоюсь сказать, в грамотном и высокоудованном решении всех элементов книжной графики, которые так или иначе я знал. И вот когда ко мне обратились, я действительно сказал, что я готов работать и бесплатно. Собственно, что я и делаю всю жизнь практически. Потому что, как известно, за книги нам деньги практически не платят. А писатели вообще не сами платят. Короче, я что хочу сказать, что сделал я тогда, я сегодня взялся распечатывать, вот чтобы вы знали, как это делается. Я сделал 20 вариантов обложки. Вот я их все здесь распечатал, не знаю, взял, не взял. Окажется, а вот и у меня. И вот, в принципе-то, во-первых, поздравляю вас, что у вас дом открылся этот, который для меня тоже был родным все время. Я очень сожалею, что так и смогли сделать стены для выставок, которые сегодня заняты плафонами. А вообще, с удовольствием, вот эти 20 вариантов, вот они. Это документ того, как идет работа над книгой. Ну, вот ту первую книжку я оформлял в какие-то советские годы, когда интересный розум был у художественного редактора, который руководил моей работой. Вот такие прямо. Тогда, я помню, приносил интересные варианты, вот какие-то, такие современные, яркие, в моем понимании. Я сейчас могу объяснить, почему именно такая обложка. И она, кстати говоря, по-моему, многим нравится. Ну и внутреннее наполнение еще. Я и тогда, и 30 лет назад примерно так же пытался делать, но редактор, например, тогда Касьянов, он категорически, я приносил несколько вариантов, он категорически выбирал самый простой, самый незаметный, самый примитивный. Поэтому я могу претендентник попросить извинения, что тогда та книжка получилась не очень. И у меня остались всегда варианты мои, за которые мне не стыдно, и варианты, которые пошли в тираж. Вот мне перед Скифом, например, не очень удобно, потому что у меня тоже был вариант другой, а был примит такой. Перед всеми практически, Пламеневским и так далее. Так Кобенкову я... Вот та книжка, которая ему досталась, мне так за нее стыдно. Зато у меня есть свой вариант, с которым я готов... Почему так было, кстати говоря? Интересная ситуация. Сейчас сегодня вот рассказывали про вот это вот соединение времен, того, этого, вот про этот переходный период, который на всех на нас положил, такой вот отпечаток, можно сказать, трагический. И была такая странная установка. Мне Касьянов... Я вас прошу, почему вы берете вот этот вот, ну, примитивный такой, простой вариант, который, ну, как бы, как бы его назвать, докандовый какой-то, да? Почему вы не возьмете вот какой-то вот пол? Вот такой вариант. А вот, знаете, я отвечал, А ты что, за границей, что ли? Ты у нас в Сибири. У нас Сибирь, у нас не Москва. Ты мне не неси вот эти картинки оттуда. Вот так вот. То есть, если вот у нас издательство провинциальное, то и была какая-то вот такая установка, делал провинциальное оформление. Как-то вот таким образом. Нельзя делать лучше, чем где-то там, в провинции. Для меня это было удивительно. И я возвращаюсь к этой книжке, что вот все-таки сегодняшнее время во многом для меня трагическое и плохое, и тем не менее я имел возможность с помощью Валентина Андреевна сделать почти так, как я хотел. Почти. Почти. И, кстати говоря, вот эти 20 вариантов обложек, которые я здесь показал, я честно могу сказать, что раньше всегда было, выбирали самую худшую. То есть самую примитивную, самую худшую. Здесь, ну, правда, не без некоторого боя, мне удалось убедить, что надо выбрать эту, и мы, по-моему, даже не пожалели об этом. Я потом скажу. Да. А я могу объяснить. Ну, вот так художники... Для меня вот оформление этой книги это такой сложный процесс, вот недавно эти 20 вариантов я сделал, да, потому что все-таки понять, вот этот вот стиль книги, стиль текста, соединение времен, заголовок, вообще сама композиция, как будто это литературная композиция этой книги, вообще... То есть вот попасть и в это же, и в то же время не быть, не решать это лобовым таким способом, да, ну, вот ликую и скорбяю, вот, значит, нарисовать, как обычно сейчас делают, или там, да, нарисовать ликующего и скорбящего, да. Нет, конечно, это надо идти через какие-то образы, создавать образ книги, и главное, для чего, что для меня хотелось вообще, это именно наше что-то иркутское, иркутское, но современное. Как соединить вообще наш старый, любимый всеми Иркутск, да, и сегодняшний день, сегодняшний ритм. Собственно, эту задачу я решаю во всех своих, вот, как бы, акварельных работах, и вот эта работа, акварельная иркутская, она, она, по-моему, здесь, вот, стопроцентно отражает и ликование, и скорбь, и Иркутск, ну, в общем, по максимуму. Поэтому я благодарен вам за то, что вы мне дали оформить, ну, первую, тогда книгу была первая, а это, возможно, последняя. Спасибо. Я люблю спорить, вот прямо не удерживают. Ну, дело в чем-то, спорить я не буду с Олегом Владимировичем, мы с ним хорошо работали, действительно. Ну, вот как было с обложкой, просто расскажу. Садитесь. Как было с обложкой? Обложка, вот эта обложка каким-то образом приковала мое умывание. Мне потом сказали, мои коллеги в союзе, говорят, «Вантин Андреевна, вас художник-беседник перевоспитал». Я говорю, «Да нет, не перевоспитал, просто я, значит, она меня и привлекла, и что-то вот мне хотелось еще и другое посмотреть». Вот такое было настроение. И он мне стал давать варианты. Было несколько вариантов. Был вариант чисто такой пасторальный, деревенский, с домиком, там, что-то такое-такое. Вроде бы, Надежда Степановна тяготела, вот, когда литературе деревенской, она вот это все любила, и народное, и деревенское, и, в общем-то, ценила очень высоко. Но дело в том, что она была пламенным критиком. И вот это пламя, вот которое там, вот оно где-то есть, вот оно меня не отпускало. И сколько бы я не перебирала обложек, я же, я возвращалась к этому, Олег Владимирович, вы забыли. Хотя, хотя я до сих пор до конца не уверена, такую ли надо было обложку. До конца не уверена, ну, мы всегда так до конца не уверены. Единственное, что могу сказать, вот сколько я получаю отзывов, вообще, вот, отрицательные, очень редки по обложке. Вот Олег Владимирович, такая ситуация. Есть, но редко. Все-таки как-то больше говорят, что она... Ну, есть люди, которые у нас еще не разбираются в этом деле. Не надо. Простим им. Простим. Не надо. Вот просто вот так, вот так случилось. Вы знаете, всегда не бываешь уверен на конца, понимаете? И вот, ну, вот как-то она вот запала, эта обложка сразу. Да.